Эксперт-энергетик, экс-глава КИГОКа Асет Наурзбаев готов прояснить ситуацию. Он сейчас с нами на связи по скайпу. Добрый вечер. Здравствуйте. Казахстан, как вы слышали, уже возложил ответственность за блэкаут на Узбекистан, те, в свою очередь, на нас. Почему из ответственных ведомств так никто внятно сегодня не прокомментировал ситуацию? Ситуация тяжелая, поэтому никто не хочет брать на себя ответственность. Хотя, на самом деле, момент возникновения аварии, ее развитие отслеживается специальными записывающими устройствами. И, конечно, тут легко понять, кто создал эту аварийную ситуацию. Либо сначала наш транзит северо-юг отключился, либо действительно произошла авария где-то в Центральной Азии, и возник дополнительный спрос на электроэнергию со стороны Узбекистана или Кыргызстана. Поэтому мы здесь, к сожалению, будем только гадать до тех пор, пока не будет расследована вообще вся эта ситуация. И здесь вышла на первое место как раз та проблема, о которой мы все говорили, что те резервы мощности, которые в энергосистеме должны быть всегда, они были съедены в основном майнерами, не только, конечно, майнерами, но еще и у нас там Туркестан появился, другие нагрузки, но, конечно, в основном майнерами. Давайте поговорим об этом позже. Вот я хотела уточниться из сегодняшней ситуации. Нам понятно одно, что энергобезопасность – это слабое звено в нашей экономике. И ситуация в этой сфере, как мы видим, не подконтрольна. Ситуацию планировали решить какое-то время назад за счет строительства атомной электростанции. Это единственный на сегодня выход? Нет. Быстрее, дешевле и безопаснее покрыть дефицит строительством новых солнечных и витринных электростанций. Это будет сделано гораздо быстрее, это будет стоить нам дешевле, и это будет безопаснее, чем атомная станция. Поэтому, конечно, министерство должно срочно проводить аукционы на строительство новых станций на юге страны солнечной и витринной генерации. И минимальный объем мощности, который нужно в этом году провести, – это 1000 мегаватт. Но сегодня вы дали интервью «Тенгриньюз», и там вы сказали, что все-таки это из-за майнеров мы лишились резервных станций на юге. Добытчики криптовалюты, получается, на сегодня это главное зло в проблеме, которая сложилась? Нет, мы станции не лишились, мы лишились резервов. Резервные станции, да. Ну да, то есть резервы размещаются на разных станциях, нет отдельных станций, которые резервны, а просто резервы на разных станциях существуют, и когда происходит авария, они вводятся в действие. Сейчас таких уже резервов не осталось, все работают на максимальной мощности станции. И это возникло из-за того, что когда Кигок давал согласие, технические условия на подключение майнинговых ферм, он неправильно считал режимы работы будущие. Вот в этом большая вина Кигоков, который сегодняшнюю ситуацию должен был видеть еще год назад. К сожалению, эта работа не была сделана, и поэтому мы получили то, что сейчас в нужный момент нет резервов. Кроме того, отсюда вытекает еще несколько вопросов. Первое, это очень известная история с тем, что Узбекистан постоянно нас своими воздействиями всадит на отключение. Например, когда летом прошлого года Талимаржанская ГРЭС потеряла крупный свой блок 800 мегаватт, мы тоже остались без электроэнергии, потому что воздействие отключения блока 800 мегаватт воздействует в случае на Казахстан. Если будет атомная станция, где не 800, а 1200 мегаватт, это воздействие будет еще глубже и шире. То есть не только Алматы и Юг, а может и на север распространиться. И единственное, что могу сказать в похвалу нашим энергетикам, то, что в Алмате удалось не посадить станции на ноль, когда энергосистема разваливается, ну понимаете, да, там с одной стороны потребители, с другой производители, и нужно все время держать баланс. Вот алматинские энергетики сумели этот баланс ухватить, несмотря на то, что система развалилась. И алматинская энергетика продолжала действовать в автономном режиме. Они большие молодцы. Часть города была запитана. Потом они довольно быстро восстановили подсоединение к большой энергосистеме Казахстана. И потихоньку дали ток всем потребителям. И это, надо сказать, еще было сделано хорошо, профессионально молодцы. Ну понятно, что нам надо расширять свои возможности в плане добычи электроэнергии. Но вот все-таки относительно майнеров. Центробанк России, мы знаем, что выступил за полный запрет оборота криптовалюты и ее майнинга на своей территории. Мы, кажется, постепенно идем к тому же. Вот в смысле энергобезопасности это решит ситуацию, если обесточить майнеров? Ну, знаете, с точки зрения энергобезопасности проблему решит отъем у всех телевизоров, сотовых телефонов. Отказы от электротранспорта и так далее. Это вот какое-то странное решение. Есть современная высокотехнологичная отрасль, которая могла бы нам приносить сотни миллионов долларов налогов. Мы не умеем ее облагать налогами и мы хотим ее просто закрыть. Мы такие, знаете, как древние лудиты, которые боролись с паровыми машинами. Не надо бороться с паровыми машинами, надо их осваивать ими в свою пользу, их обратить в свою пользу. Криптовалюты – это гораздо более экономичные с точки зрения ресурсов, чем обычные фиатные деньги. Потому что банки, банская система потребляет не только электроэнергию, но также продукты питания, питьевую воду. И в отличие от майнинговых ферм, производит еще биологические отходы и газы выпускает. Если бы мы внимательно смотрели бы, куда мир развивается, мы бы просто попытались более аккуратно работать с криптовалютами, освоить их и поставить на службу государству этих майнеров. Извлекать выгоду, абсолютно верно. Извлекать выгоду, да. Но можно сказать, что вот тогда сегодняшний блэкаут поставил под вопрос вообще в целом эффективность работы менеджеров от энергетики в нашей стране? Да, совершенно верно. Я, как уже сказал, это при выдаче технических условий на подключение майнинговых ферм, КИГОК должен был считать режимы работы. И вот эти режимы, в которых мы в этом году работаем, они очень тяжелые, как говорят энергетики. Любое отключение приводит к вот таким авариям тяжелым. Поэтому это вопрос в первую очередь к КИГОКу, во вторую очередь к Министерству энергетики. Ну и вообще, конечно, у нас в энергетике совершенно запущенная ситуация. Рынок, который у нас якобы есть, его не существует. У нас есть назначаемые тарифы везде. Хотя у нас существует большое количество конкурирующих станций. Там порядка 50 производящих организаций, которые могли бы конкурировать. Вместо этого им всем назначаются тарифы решений министра энергетики. И все это приводит к тому, что когда возник спрос на майнинговые фермы, возник спрос, он должен был быть покрыт немедленно предложением. То есть всегда, когда появляется спрос, появляется предложение. У нас этого не произошло, потому что все работает директивно. Вот этим надо заниматься министерством. Ну что ж, спасибо большое. На связи со студией был экс-глава КИГОКа Асет Наурзбаев. Спасибо. Продолжение следует...